Привет! Мы продолжаем углублять наши знания по русскому языку. Сегодня мы поговорим об односоставных предложениях. Наши цели – узнать, что такое двусоставное и односоставное предложение, определить типы односоставных предложений в зависимости от характера их главного члена, узнать, как отличить полные предложения от неполных и рассмотреть особенности односоставных предложений. Теперь нажмите на паузу и найдите главные члены данных предложений. Я уверена, в первом предложении вы подчеркнули, как сказуемые «настанут» и «холода» как «подлежащие». Во втором предложении мы нашли только один главный член. То есть в первом предложении у нас два главных члена – подлежащие и сказуемые, а во втором предложении только один главный член. Следовательно, грамматическую основу первого предложения составляют подлежащие и сказуемые, то есть два главных члена, а грамматическую основу второго предложения – только один член. Основываясь на этом, выделяют двусоставные предложения, в которых имеются два главных члена. Подлежащие и сказуемые – «как в предложении «настанут» холода» и односоставные предложения, в которых выделяют только один главный член. Как в примере, уже довольно холодно. Теперь рассмотрим типы односоставных предложений. В зависимости от того, словом какой части речи выражен главный член односоставного предложения, выделяют односоставные предложения с главным членом «подлежащим» и односоставные предложения с главным членом «сказуемым». Сегодня мы рассмотрим первый тип односоставных предложений, которые называются «назывными» или номинативными. Сравните эти два предложения и найдите в них главные члены. В первом предложении это слово «радостно», которое выражено словом категории «состояние». Оно выражает состояние, которое совершилось в настоящем времени в изъявительном наклонении. Во втором предложении главное слово «тень». Оно выражено существительным и опять-таки показывает настоящее время изъявительного наклонения. Назывные или номинативные предложения утверждают наличие или существование предмета, объекта действительности. Главный член назывного предложения выражается формой именительного падежа, существительного, местоимения, числительного или сочетания числительного с существительным. При изменении времени этих предложений оно становится двусоставным, так как прибавляется глагол «пыть». Например, «ночь» – односоставное предложение в настоящем времени. Если это же предложение мы произнесем в прошедшем времени, оно уже станет двусоставным. «Была ночь». Теперь вам вопрос. Подумайте три секунды. Какой член предложения может распространять назывные предложения? Основывайтесь на предыдущих знаниях. А теперь правильный ответ. Распространителями назывного предложения могут быть согласованное и несогласованное определение, которые в двусоставных предложениях относятся к подлежащему. В состав названных предложений также могут входить указательные частицы «вон», «вот», «восклицательные частицы», «ну и», «какой», «вот так». Как у нас в примерах. «Поздняя осень». Предложение распространяется согласованным определением «позднее» или «бездонное синь небо». «Синь» выступает как главный член. «Бездонное» – согласованное определение. А «небо» – уже несогласованное определение. Задаем вопрос «синь чего? Небо» и так далее. Мы для вас подготовили еще один вопрос. Как вы думаете, в назывных предложениях могут ли наличествовать дополнения и обстоятельства? Вы правы. Назовные предложения не могут содержать дополнений и обстоятельств, так как они соотносятся со сказуемым. Если в предложении содержится подлежащее и обстоятельства или дополнение, то оно считается двусоставным. С опущенным сказуемым. Например, «Я к окну». Мы легко можем восстановить опущенное сказуемое «я иду к окну». Или же «Я за тобой». Опять-таки, с легкостью восстанавливаем сказуемое, которое опущено «я иду за тобой». Односоставные предложения считаются полными, так как в них не опущен член. Второй главный член не нужен для понимания предложения. А теперь попробуйте решить задание. Сделайте разбор данных предложений и определите их тип в зависимости от состава грамматической основы. Я уверена, у вас все получилось. Значит, мы достигли наших сегодняшних целей. Мы узнали, что такое двусоставное и односоставное предложения, определили тип односоставных предложений в зависимости от характера их главного члена, узнали, как отличить полные и неполные предложения. Также рассмотрели особенности односоставных предложений. Так как мы достигли сегодняшних наших целей, мы можем попрощаться. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok